А вы знали один из древних способов продлить себе жизнь? Нет? Тогда я вам сейчас расскажу. Исследованиями в области правильного питания было доказано, что продукты, созданные природой, в данном случае поговорим о таких как мед и целебные травы, усваиваются намного лучше организмом, нежели искусственные добавки, которые схожи по составу. Это вкусные и полезные продукты, которые подадут для ежедневного использования. Важно знать правила их выбора и приготовления. Знания помогут применить чай и мед по назначению, одновременно наслаждаясь богатыми и разнообразными вкусами и природными ароматами. Травяной напиток, который рекомендуют эксперты, обладает массой полезных свойств. Например, чашечка ароматного напитка с мятой, мелиссой, пустырником, ромашкой, чабрецом, ромашкой и лавандой приносят успокоительный и расслабляющий эффект. Оказывают успокаивающее воздействие на организм. Особенно показан их прием осенью и зимой, когда увеличивается риск возникновения депрессивных состояний. Для устранения воспалительных процессов, возникающих по тем или иным причинам, также подойдут травы. Их множество. Важно подобрать состав, который поборет конкретный вид воспалений. Среди традиционных компонентов, устраняющих процессы, вызывающие воспаление, это шиповник, донник, тысячелистник, мелисса и многие другие. Очищающие сборы приобретают популярность в связи с потреблением продуктов питания, содержащих канцерогены и вредные добавки, которые необходимо выводить из организма. Фитотерапевты рекомендуют составы чаев для очищения всех систем организма. Желающим похудеть подойдет ревень или сено, легкие очистят душица или фиалка, для сосудов подойдет смородина. Травяной чай для лечения и профилактики заболеваний кишечника оказывают обволакивающий и успокаивающий эффект на его слизистую оболочку, помогают при гастрите, синдроме раздраженного кишечника и других патологиях, возникающих в пищеварительной системе. Укрепление иммунитета. Еще одна сфера, в которой травы играют важную роль. Они содержат множество витаминов и микроэлементов, влияющих на поддержание здорового иммунитета на протяжении долгого периода времени. Особенно хорошо влияют на здоровье детей. А маленьким любителям чайного напитка нравится разнообразие оттенков этого напитка. Черный, зеленый, красный, белый и других природных цветов. Напиток обладает умеренной сладостью, запоминающимися вкусами. Особенно популярны в последнее время райбуш и иван-чай. Первый тонизирующий напиток пришел к нам из Южной Африки. В нем нет кофеина, поэтому заморская новинка показана абсолютно всем. В листьях растений обнаружены полезные флавоноиды, фитонциды, эфирные масла, антиоксиданты. Возможности современной науки позволили детально исследовать иван-чай, известный на протяжении веков. В нем обнаружилось множество полезных веществ. Он содержит группу витаминов В, каротиноиды, белковые соединения, алкалоиды. Это только часть компонентов, которые содержит это растение. Процесс, которому необходимо придать максимум значения, от этого зависят его вкусовые свойства и сохранность полезных компонентов. Как правильно заваривать целебные травы, чтобы сохранились все полезные микроэлементы и витамины. Первое. Играет роль температура воды. Ей заливаются листья. Профессионалы советуют выливать из чайника воду, которая только начала мутнеть при закипании, но еще не бурлит, дойдя до самой высокой температуры. Второе. Время заварки зависит от размера высушенных растений, их цветков. Чем они меньше, тем меньше времени требуется на их приготовление. Оптимальным временем считается период в 10 минут. Третье. Выбирают посуду, сделанную из натуральных материалов, глины или фарфора. Она отлично держит тепло и не выделяет вредных веществ. Любители фитопродуктов подтверждают мнение о том, что термос является одной из лучших емкостей для заваривания чайного напитка. Теперь перейдем к теме меда и медоносных растений. К цветущим луговым травам, с которых пчелы собирают мед, относится душица, чабрец, шалфеи, одуванчик, клевер. Цвет такого меда может быть от светло-соломенного до темно-янтарного. Аромат преимущественно цветочный, по вкусу он легкий, с приятными нотками. По структуре он однородный с гранулами. Кристаллизация меда протекает медленно. В составе этого сорта меда больше всего имеется фолиевой кислоты и витамина В2, рибофлабина. Луговое разнотравие можно использовать при лечении и профилактике таких заболеваний, как простудные, связанные с дыхательными путями, ротовой полостью, приостойство пищеварения и проблемами желудочно-кишечного тракта. Горное разнотравие. Чтобы получить такой мед, необходимо жить в экологически чистой зоне в горах или возле них. Есть вариант вывозить пасеку в такие природные места для сбора меда в период цветения трав. Медоносами для пчел в горах, которые притягивают их во время своего цветения, служат черноклен, клен, стролистный, пусты боярышника. Перечень цветоносов может меняться в зависимости от климатической зоны. Мед из разнотравия, что собирается в горах, по цвету темный. Он обладает пьянячьим ароматом, очень мягкий и нежный на вкус. Такой мед помогает при бронхиальных заболеваниях и снижает давление. Степное разнотравие. В степях произрастает много лечебных трав, которые в период цветения притягивают своим ароматом к себе пчел. Среди произрастающих трав степей донник, зверобой, чертополох и многие другие. Степное разнотравие имеет золотистый цвет и приятный нежный аромат трав. Этот вид меда обладает полезными, заживляющими, противопростудными, успокаивающими свойствами. Употребляйте мед с разнотравия каждый день, но в умеренном количестве, потому что при больших дозах он будет наоборот вредить здоровью. И можно заменить сахар или в прикуску с чаем. Это будет не только вкусно, но и полезно, потому что такой напиток является профилактикой против простуды. С добавлением меда получается ароматная выпечка. Например, медовые пряники, которые имеют приятный запах благодаря меду. Еще медовые маски можно делать для лица и тела. Это сделает вашу кожу нежной и шелковистой. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новых интересных фактов о здоровье и пользе простых продуктов, но бесценных по их пользе для нас. Берегите себя и пусть жизнь будет долгой, полноценной и интересной. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова